Жители Саранска водой из кранов весьма недовольны, жалуются чуть ли не каждый день. Беспокоят и ржавчина, и частые перебои с ее подачей. С канализацией проблемы тоже есть. Аварии происходят с незавидной регулярностью. Решить проблему горожан обещали давно, однако ВОЗ и ныне там. Ситуация изменится совсем скоро. Вопрос о ремонте и замене сетей водоснабжения и водоотведения поставлен на особый контроль. В апреле во время прямой линии с главой республики Артем Сдунов подчеркнул, процент износа сетей высокий. Вопрос должен решаться поэтапно. Хочу обратиться, что здесь в любом случае нужно понимание встретить. Нужно переложить эту систему. Иначе это будет все бесконечно. Там латать нечего, поверьте мне. Давайте покажем фотографии, я попрошу своих коллег, что мы находим там под землей. Там просто уже нет трубопровода. Поэтому это все нужно поменять на новое и забыть об этом лет на 30-40. Комплексный подход – единственное верное решение. Модернизации инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства требует давно. В Саранске 600 километров водопровода и 240 из них в плачевном состоянии. Отсюда и частые аварии, перебои в работе и ржавая вода. Сети водоотведения на 200 километров короче. А вот износ там гораздо выше. В полной замене нуждается 60%. Призывы о помощи горожан наконец-то услышаны. Процесс по модернизации системы водоснабжения и водоотведения уже запущен. Важный шаг на этом пути – рабочая встреча главы Мордовии с заместителем председателя ВЭП.РФ Олегом Говоруном и представителями госкорпорации «Росводоканал». Она состоялась в Москве 13 октября. Обсуждали модернизацию системы водоснабжения и водоотведения Саранска и пришли к выводу. Решить проблему может помочь концессионное соглашение. Для обновления инфраструктуры и снижения показателя аварийности Артем Сдунов обозначил четыре направления. Одно из них – действующий федеральный проект «Чистая вода». Он входит в состав национального проекта «Экология». Благодаря поддержке федерального Минстроя мы получили, но сейчас находимся в стадии оформления и получения дополнительных лимитов на следующий год в размере 600 миллионов рублей, которые будут направлены на замену магистральных водоводов, идущих с Пензиатского водозабора в северо-западную часть Саранска. Но источником водоснабжения данные водоводы являются практически для половины населения города Саранска. И в том числе эти водоводы сегодня являются причиной ржавой воды, так как они построены были еще в 60-70-х годах. Еще одно направление, которое поможет существенно улучшить состояние сетей водоснабжения и водоотведения – индивидуальная программа социально-экономического развития Мордовии. В нее включены объекты водоотведения, несколько канализационных коллекторов, а также начальный этап модернизации очистных сооружений города. Уже в 2023-2024 году начнется реконструкция первой и второй самых устаревших их очередей. Хорошим подспорьем в вопросе финансирования обновления сетей водоснабжения и водоотведения стал формируемый по поручению президента России пятилетний план комплексной модернизации инженерной инфраструктуры. В его рамках ежегодно на всю страну будут выделяться не менее 150 миллиардов рублей. Они будут распределяться по регионам и расходоваться постепенно. Сумма колоссальной иной работы предстоит немало. Начнут с самых социально значимых точек. К примеру, в Саранске ремонт коллектора по улице Фурманова только начало. Следующий на очереди коллектор по Республиканской на участке от Титова до Серова и проблемные участки канализации на Химаше. Теперь, когда вопрос под личным контролем главы Республики, появилась надежда на то, что наболевшие проблемы останутся в прошлом. Ирина Суконкина, Дарья Барунина, Станислав Семин, Владимир Надькин. Народные новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова